Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мода Rise of the Reds генералов версии 1.8.7. Как и обещал, ответный бой России против США на той же самой карте Farmland Fury. Прошлый бой за США против России был очень приличный, и по накалу, и по зрелищности, я думаю, здесь будет еще сложнее, так как США использует огромное количество авиации, в общем-то, играет по моей тактике, но компс его делает гораздо быстрее, у него больше ресурсов, соответственно, синхронное управление и авиацией, и наземными войсками, и генеральскими способностями в том числе, поэтому веселье предстоит хоть отбавляй. Максимальная сложность, максимальное количество денег в бюджете, ограничений на супероружие я не ставлю, так как американец делает три молекулярки обычно, ну, по крайней мере, больше я не видел, чтобы он пытался создать. Может быть, если у него места будет больше на респету и сделает и пять молекулярок, но это не точно. Три видел гарантированно, это заявляю официально. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится и кто победит. Погнали. Свою тактику обрисую чуть позже, а сейчас пока главное нам сдержать первый, так сказать, натиск. Так, не буду я пока заказывать. Если вы закажете свою тактику начальную заранее, то комп уже будет знать, как против вас играть, и, по моим наблюдениям, начнет делать то, что, короче, вам не нужно совершенно. Поэтому лучше, чтобы он изначально не знал, как вы будете играть. Не буду я ставить чё-нибудь генератора. Делать надо всё крайне очень быстро. Тут, как обычно, у нас заторы. Физика просто тащит в игре нас на дно. Делаем так вот штуковину, ставим оборону, быстро-быстро-быстро всё делаем. Оборона должна быть очень могучей. И даже могучую оборону американсы там пробивают. Как будто у вас её и нет. Забудьте вообще о том, как комп играл до... С его момента, что вы о нём знали. Нормально, сейчас нас раскатают вот такие у нас делишки. Думаете, это нормальная оборона? Это дыра. Такая сплошная оборона. Ставим предприятие промышленное. Ты давай, чувак, строй. Так, быстрее. Ещё больше пушек. Лук-дозер, чё вы делаете? Вашу. Вашу дивизию. Так, забираем вышку. Ну что такое? Эх, прокачу. Там нет проблем не бояться. Закончили. Первая была атака. Похоже, закончили. Усовершенствование выпуска. Проблемы с железом я устраняю на раз. Зло нам. Не вырубилось. Здорово. Что ты творишь? Что? Придётся обернуть с железом. Я устраняю на раз. Маза твою... Фака. Здорово. Какие грязи не боятся. Всё за хреначи. Проблемы с железом я устраняю на раз. Маза фака, фака маза. Здорово. Будешь ещё какая проблема? Подходи. Ладно. Дело есть. Теперь... А, да, доктрина я заказал. Отлично. Это защита у нас против ракет. Без неё вообще будет... У, слушайте, вы что вылезаете? Ну вот, пожалуйста. Придурок вылез и получил... По щам. И второй практически тоже... Уничтожен. Не бояться, не бояться. Что ты делаешь? Что вы держали? Всё. Экипажный бой уготов. Дадодьер на раз. Кажем вопрос. Получим очередной бал. Так. Плохо, что, конечно, бульдозер уничтожили. Но это только начало проблем. Авиацию они используют вообще нещадно. Если мы сейчас не сможем их сдержать, на этом все наши герои подвиг закончатся. Не будет следующая остановка. Срочников и очки. Вылетели к нам уже ребята. Делаю я пока обычные шилки. То есть, С-300 сразу фокусят. Поэтому... Не лучший вариант. Производить прям сразу. Брить. Катаетесь вы на передовой, бульдозеры. Воу-воу-воу. Вон, смотрите, раш. Раш. Зерк раш пошёл. Уже аэродром меня прям под носом строит. Эй, посмотри-ка. Это не твой дом. Нет, не мой. Делиться надо, делиться. Проблемы с железом я устраняю на раз. Делиться надо, делиться. Так, строим первую систему 3-морф. Тоже обязательно надо сделать очень быстро, так как, вы понимаете, молекулярки надо чем-то убирать будет. Точнее, даже так, я не молекулярки буду убирать, я буду делать кое-чё другое. Потому что их бесполезно уничтожать, он их будет делать снова, снова, ещё раз, снова. Прекрасно. Вот теперь надо сделать ещё, тоже очень важное дело, дабы лишить чувачка ресурсов. Вот он опять летит, куча невидимых самолётов, вертолётов. Но при этом мы уже его... Так, мы делаем. Сейчас бульдозер опять достану. Ощущение, что у нас там ковровая бомбардировка уже идёт, выводят сирены постоянно. Ставим вторую систему 3-морф. Вот так вот, мы лишаем его ресурсов. Объект, у нас ещё какая проблема? Подходи. И сейчас... Обновили спецназ противника. Ага. И сейчас не факт, что ему хватит ресурсов для того, чтобы развиться дальше. Вот в чём весь, собственно говоря, прикол. Лучшаем броню для вертолётов. Не сюда лучше. И мне нужен Борис. Борис, чтобы собирать вот здесь вот грузы, которые приносят. То есть, если вы разносите ему ресурсный док в первые минуты, то это значительно упрощает дальнейший геймплей. Понимаете, ему там играть уже будет не так весело и... Ладно, дело я сделаю. Не на что. Получим очередной балл. Но, тем не менее, молекулярная пушечка у неё пошла. Так, где у неё стратегический, кстати, что-то я не видел. Первая молекулярка строится. Будет их, я думаю, что трёхая. Хотя, может быть, ему ресурсов не хватит. А, вон где у неё стоит. И да, зон сброса есть. То есть, сейчас давление будет нарастать со временем. Проблемы с железом я устраняю на раз. Пару ремонтных вывести машин. И, конечно, ещё больше тунгусок. И больше ресурсов. Сейчас три морфа у нас будет три штуки, и мы его сможем подавить. Но у нас будет столько же, сколько у него... О, вот оно, добро-то полетело, твою мать. Тихо, тихо, тихо. Но, кстати, чё хорошо у американцев? Бетриот уничтожается довольно легко. То есть, их сбивает нашу систему обороны. ЕК в этом плане гораздо хуже. У них... У них сейсмо-удары идут, которые не сдержать просто так. Свои пропы вот там. Ой, ой, ой. Тихо, тихо, кто-то засветился. Согласен, лохи кусачие. Тут ничего не оставит. Согласен, лохи кусачие. Увидимся на месте. Мы подождём там. Вон он где поставил, смотрите. Они нас долго не забудут. Плевать, мне, как ты. Вторая молекулярка есть у неё. Эй, посмотри-ка, это не твой... Но пока не занимаемся мы ракетами. Так, у нас есть максимальный ранг. Берём доктрин чёрного медведя и ядерное оружие, которое ограничили. И производим как раз чёрного медведя. Как нас Бориска поживает. Ставим ему пулемёт. Забираем. Если он остаётся на точке, то он уже светится. Сейчас мы избавимся от этой хрени. И заодно вырубим, я думаю, молекулярки. Потому что... Сейчас я сброшу на генератор. Я буду бомбить пока гены, а не... Сами молекулярные пушки. Ибо он их отстроит. Повторяюсь. Загоди. Что у тебя там? Так, давайте ещё. Систему Тримор поставим. Ни буха не пера. Наслаждайтесь зрелища. Нет. Уничтожен. Вот так вот. Отлично. И мы отрубаем его молекулярные пушки. Время-то идёт, время работает на нас. В общем-то... Вот он, чёрный медведь. Модифицированный тяжёлый танк. Россия эффективен, в общем, против всего, кроме, наверное, авиации. Уязвим для неё. Ну и для арты. Кстати, у нас сейчас отрубится опять... Электричество. Всё за хреначем. Синие изоленты. Всё будет потрачено не зря. Теперь вот можно уже сделать пару С-300, так как мы, в общем-то, контролируем подходы к базе. Пытается прорваться, но... Наша ПРО легко это дело всё нивелирует. А ещё побольше генераторов. Плевать, пускай он тут стреляет. Мы сбиваем это всё дело. Пробуем ударить вот сюда. Ведь он пока не может восстановить электроснабжение. А наши Треморы в этот момент перезаряжаются. Не очень хорошо, теперь проезжают. Разворачиваем, разворачиваем здесь. Но он потихоньку идти пытается продавить. И он убирает, кстати, как раз систему, которая блокирует упадание ракет. То есть он бьёт именно вот сюда. Полётов надо больше. Короче, много всего надо, ресурсов не хватает. Пока не победили, он не даёт поставить. Постоянно идёт вот этот авиаудар. Я говорю, если здесь не поставить нормальную защиту, то всё это закончится весьма печально. Они просто разбомбят вам вашу оборону, дальше пойдут бомбить базу. Безнаказанно совершенно. Тем более, половина самолётов у них скрыта. Нет, пока. Но скоро победим, не волнуйся. Если есть что починить, то есть проблема. Что у тебя там? Ладно, дело есть дело. Апгрейд или ремонт? Есть дело. А я неплохо смотрюсь, верно? Закончили. Каков план действий? Как Бориса посадим сюда. С его пулемётом. Так, он завёл молекулярки, но опять же ненадолго, так как мы бьём Тримором вот сюда вот. И врубаем ему электроэнергию ещё раз. Но если не вырубим, то вырубим потом. У него осталось 3 минуты до залпа. Бить он может, в общем-то, куда угодно. То есть он может бить и войска, поэтому я много не создаю. Может бить присутствующий центр. Так, отлично. Я выключил ему свет. Сейчас он поставит ещё одну зону сброса, и этот отрубит ещё больше. Ей пошла мощная атака, смотрите. Доело ему ждать. Крылатые ракеты всё летят, но мы их довольно легко здесь встречаем. Проблемы с железом. Я устраняю здорово. Делаю ещё одну с тем Тримор. 5 штук. Думаю, будет достаточно. Делаем ещё 2 ремонтных Тарантайки. Давай ставим ДОП-оборону. Всё ближе и ближе застраивать. Стреляем вот сюда. Во-первых, я лишаю его ресурсов. Во-вторых, я лишаю его энергии. Затягиваю залп. Маликулярки по мне. Но он довольно быстро устанавливается. Тем не менее, под таким огнём далеко не проедешь. Так, одну я ставлю сюда. Другую я ставлю сюда. И здесь я ставлю как раз тоже защиту от ракет. Дополнительную. Борис, прилетел твой груз. Отлично. Маликулярки опять мы отрубили. Так что экономику качаем. Продолжаем. Что у тебя там? Ладно, дело есть дело. Категорически. Катастрофически не хватает. И именно основной прирост идёт. Даже не основной, а вообще прирост идёт только с вышки и... Где следующая остановка? Посмотрим, что у нас тут кто-то ещё... Наш грузовиков. Медведь пока и стоит, контролирует подходы. Продолжает крылатой ракеты лететь. Но ему сейчас уже не до этого. Так, он запустил молекулярки снова. Надо найти у него большое скопление генераторов. Например, вот здесь. И здесь как раз ещё и войска есть. Плюс можно сбросить, конечно же, бомбу. Сюда вот. Приказ будет выполнен. Но он успеет хотя бы одну-то запустить свою мегулярную пушку. Пока мы его полностью контролируем. И, в общем, несмотря на мощное давление с воздуха, ничего у него не получается сделать. Трубаем ему свет. Достал один. Ну, бьём сюда. Опять в зону сброса поставок. Можно, конечно, пролететь вертолётами ему в тыл. Но у него на базе есть ПВО. И вертолётов у меня не так много. Хотя я могу, в общем-то, подготовить ударный отряд тех вертолётов, которые не участвуют в обороне. Так, он остался по-прежнему без света. У него ещё полторы минуты до запуска молекулярной пушки. Браню заказываем для танков. Нормально. Две С-300 есть, пусть он узкий. Весьма недурственного. Аэродром мы уничтожим. Теперь я могу медведя уничтожить. Не задействую вертолёт, а то вдруг у него там ПВО зато стоит. Просто нельзя ему дать... Вон, с вами, там генератор у него есть. Нельзя ему дать очки генеральской способности, иначе потом начнутся у нас проблемы. Начнут опять долбить, бомбить. Такое дело... Серьёзно, да, улица. С генеральским этим обстрелом. Чё-нибудь досталось, что ли? Да, вот два генератора осталось. Вот так, мазафак. Так. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, а вот его по ухе. Прекрасно. То есть мы сейчас ему ещё больше вырубили ПВО. Продолжаем готовить нашу ударную группу. И делаем ещё два С-300. Пытается продавить. С этой стороны ведь пушку уничтожил. И летят у стелс, но я его вижу. И спокойно сбиваем. Ещё один залп даем сейчас. Я тут светану. Центр. Вот здесь будет неплохое. Сейчас посмотрим, ракета прилетит. Во! Здесь будет хороший удар. Сразу и генератора его. Он, кстати, завёл молекулярки опять, но ненадолго. Ненадолго он завёл в свою шармань. Отлично. Опять у него отключаются молекулярные пушки. Интересно, успеет он выстрелить хотя бы раз или не успеет. Бить по ним бессмысленно. Я пробовал в тестовых боях. Он успевает их отстроить. По молекулярке надо выстрелить два раза, чтобы её уничтожить. Тремором. Вы понимаете, хрен получится это сделать. В таких условиях, когда тебя постоянно бомбят, долбят. И надо его постоянно лишать ресурсов. Если он разожрётся, то это будет катастрофа. Это реальная катастрофа. Не понял. Кто Бориску достал? Кто Бориску достал? Бьём ещё ему генераторы. Чтобы он не мог завести свой агрегат. Вот он ещё генераторы здесь поставил. Ну, сейчас я их вертолётами уберу. Лететь ему в тыл. Эй, посмотри-ка. Это не твой дом. Всему своё время. Вот так. Увидимся на месте. Эй, 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 эй. О чём я и говорил. Команчи долбаные. Всему своё время. Надо уходить. Там у него эти хищники ещё. Мы подождём там. Не настало ещё время для нанесения удара. Ещё один для ровного счёта. Эй, посмотри-ка. Это не твой дом. Сейчас подремонтируемся. Мы подождём там. Короче, я создаю. Продолжаю ударные вертолёты. И продолжаю ему ломать его базы. Эй, ты восстановишь свои генераторы, чувак. Пока он не завёл. Он сейчас заведёт пушку. Почти, он, видите, генераторы достроил. И обратите внимание, кстати, как у него всё делается. Если кто сейчас не видел. Вот этот ген он только поставил. И через секунду у него уже улучшенные стержни появились. То есть, если вам надо улучшить секунд 30, он через секунду уже их улучшил. Вот он поставил ген, и у него моментально он улучшился. Это к вопросу о том, что комп не 4. У него и скорость выше игры, и приток ресурсов гораздо больше. И к тому же ещё и всё строится мгновенно. Офигеть. Вот я, кстати, не замечал. Беспалеванная игра. Компуктера. Ну и готовим массированное наступление тяжёлыми танками, естественно. Пехотой. Пора уже это начинать делать. Так, сбрасываем бомбу. Только вот куда бы её забросить? Куда она долетит? Пора назад. Вот сюда. Тремор готов. Опять же, бьём в генераторы. Не давая ему запустить его пушки. То есть построить он их построил, но теперь он не может обеспечить током их энергией. Плюс ко всему мы полностью контролируем его воздух. Он не может прорваться вообще никак нам на базу, никаким боком. Ни по воздуху, ни по земле. Абсолютный контроль ситуации. Но, повторяюсь, у меня против Амера было довольно много боёв уже. Первые разы, когда я против него играл, он реально просто заклипал. Называется, хер знает, что с ним делать. Он тебя бомбит, 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 долбит со всех сторон. Хочется просто разбить монитор и забить волк на всё это дело. С его читами. Потом я всё-таки нашёл противодействие против него, ну и идеальную тактику. Я сначала пытался ещё уничтожить молекулярные пушки, но делал это неправильно. А надо было именно уничтожать его, вот экономику ломать. Прежде всего. Всё будет потрачено не зря. Делиться надо, делиться. Всё остальное это уже так, факультативно потом, если... Желание будет. Сейчас настал. Бой его готов. Заметьте, он не набрал лимита пока генеральские способности для того, чтобы нам помешать. Мы, кстати, можем... Хотя хрен знает, Борис добежит, не добежит. Вот сюда вот съесть и расстрелять свою лёгкую технику. Но там ещё и танки стоят. Ну, не понравилось. Ублю, да? О, тихо-тихо-тихо, он нас не видит пока. Не видит и... Ага. Хорошо. Армакеддон на пороге. Я не позволю всех прикрепливать. Мы ждём. Ну, чего ж? Апгрейд или ремонт? Ну, время идёт. Сейчас он запустит свою систему. Думаю, всё равно надо поторопливаться. Дарные вертолёты готовы к вылету. Вон у меня стоит, видите, Моститель здесь. Увидимся на месте. Эй, посмотри-ка. Это не твой дом. Последние слова за мной. Эй, посмотри-ка. Это не твой дом. Легко летать всё-таки я не буду. Но пока не уничтожен Генштаб, поэтому мы просто будем сдерживать оппонента на расстоянии. Тем более, видите, сразу по мне удар его авиации. То бишь... И минус один вертолёт. То бишь его рапторов. Вот он пытается, опять же, отстроиться. Всё, у него хорошо. Видите, сколько там летает хрени на базе. Я выискивал у него дорогостоящие здания Гены. Можно учитывать Генштаб попробовать. Так, вертолёт. Там повреждён был. Отлично. Генштаб уничтожен. Ну и теперь можем вдолбить вот здесь вот пространство всё. 50 секунд запуска следующих триморов. Пушки пока всё ещё рано уничтожать. Если я уничтожу хотя бы одну, у него заведутся остальные. Человек вот таким обстрелом, конечно, давно бы сломался уже. Кто не выстрелит под таким огнём. Хотя оборону сломали полностью. И тебя разбивают просто со всех сторон. Компу по барабану. Жалко этот автоспам здесь не поставить. По крайней мере, я не в курсе, каким образом это можно сделать, чтобы они сами выходили. О, он запустил молекулярочки. Ты погляди. Вот падла. Как? Так. Он запустил. Опять, что здесь генератор наставил. Ах ты, тварь. Ты смотри, что он там сделал. Он там бро поставил. Ну всё. Свет выключился. Он там бро пожалелся. Даже пожирать спокойно не дадут. Укажись и цель. Кого стереть с лица? У нас уже. Убереть назад. Они заплатят. Посмотрим, что у нас тут. Как обычно, наступление будет мощным. Но, в отличие от предыдущих, оно должно быть не просто мощным. Гипер мощным. Так, пока он не завёз. Кстати, нельзя бы ему дать всё-таки запустить свои пушки по одной простой причине. Потому что он нам может ударить в наши войска, которые мы с вами создали. Зажарить их там. Неприятно. Здесь будем контролировать. Отвали ты, блядь. Видите, далеко вертолёт пролетел. Только я к его бате приблизился и сразу. Хэллоу, бич. Там уже ждёт толпень. Бронная. Анти. Анти. Анти воздух. Танки грязи не боятся. Не на позиции. Готовы вести огонь. Настал день возмездия. Экипаж к бою готов. Не отвлекаться по пустякам. Подвигаемся. Ну, что там? Первый медведь. Ну, что там? Первый медведь. Понятно. Танки грязи не понятны. Всё-таки на базе войск ещё у него катастрофически дохрена. Как раз на свежем воздухе. Ну да, мы круто. Терпение. Превосходно. Ну, как раз. Посмотрим, что у нас тут. Родина будет злою гордиться. О, да. Всему своё время. Ну и чего там? Ответ уничтожил. Ну и чего там? Вот он уже нормально. Вот он уже не справился. Да тут я, товарищ. А? Это мне? Здесь что-нибудь будет или как? Где следующая остановка? Ответ уничтожил. Укажите цель. У-у-у-у. Он ещё и генеральный отстроил. Поехали. Надо больше шилок. У-у-у. И нам пытается заблокировать наши войска. Ну и чего там? Начинаем движение. Истается мне нажмите на руку и с кем поздороваться. Пиши лучше, что. Или молоко. Где следующая остановка? Всему своё время. Нам вопросы. Волный ход. Но у тебя. И не лезть его пока на базу к нему ещё рано. А тут я, товарищ. Танки грязи не боятся. Ну вот, о чём я и говорил, то есть хорошо, что на него надо было лезть, но не люблю я идти в размен, тем более генеральный штаб у него есть. О, он запустил. всё-таки сумел опять тварь запустить свою оборону. Какой генератор-то опять наставил тварин? И он выстрелил одной пушкой. И выстрелил по моим войскам. Правда, ненадолго мы её отключили. Жесть. Какая-то вот так он обороняется. Для любителей там порашить компа. Пситель Уэллис на вар. Так, экипаж к бою готов. Начинаем движение. А где уничтожен? Жми на газ. Он и ходит. Они нас долго не забудут. Мы подождём там. На, у него ещё три снайперы. Твою мать. Надо этих срочников больше. Только здесь они светить-то могут. Массовая стройка. Массовая стройка. Массовая стройка. Ну и чего там. Просто наблюдайте. Пока некогда наблюдать. Просто несложно. Где все бульдозеры? Что у тебя там? Родина будет брою гарниров. Если есть, то починить. Сейчас газарм. Чтобы ускорить процесс. Здорово. И ещё один завод. Всё сделано. Лучше. Закончили. Ну, в общем-то, поехали прожимать. У него почти ничего не осталось. Но, правда, наши пехоты сейчас могут очень сделать некорошо. Хотя как, ничего не осталось. Вон. Всё ещё напирает. Снять надо у него этот генштаб, чтобы уже бульдозер не выводил. открытие врага вверх вверх. Вверх. Ухажите цепь. Сдаётся мне. Тут надо кое с кем позавал. Сзади. Генераторы, и барон включится. ровного счёта. Эй, посмотри-ка, это не твой дом. Что ещё? Решил улучшить. А где? Что ещё? Где? Кто? Ещё. Кто-то ещё остался? Скажите мне, что делать? Не говорите, что застряли. так практически без потерь мы его прожимаем аккуратно. Хотя он пытался вырваться, но ничего не получилось. Всё. Мы победили. с минимальными потерями, с максимальной эффективностью. На Сайберал кстати 245 тысяч. Ненамного-то и меньше, чем мы. Хотя я там в экономику неплохо вложился. 175 мы уничтожили. Создали, точнее, войск. Он создал 728. Войск мы теряли 62. Он 1312. Но там, скорее всего, ещё был сброс десанта. И у него было очень много войск, которые в зданиях были. То есть, рейнджеры, которых также уничтожили. Сколько раз мы у него базу бомбили, и они все там оставались огромными толпами после бомбёжки в некоторых местах. Они тоже засчитывались. Войск уничтожен 1297. 62. Он у меня уничтожил. Здание я построил 44. Он 145. Зацените, как он там отстраивался. 7 зданий потерял. 143. 143 я уничтожил. Он 7. И собрал 295. 600. Он 245. 100. Довольно интересный был тоже бой. Он по-другому был построен, нежели чем когда Россия и США отковал. Там у них физическая была мощь, конечно, в атаке. Невероятная. А здесь высокие технологии. То есть, удары с воздуха он отковал и дронами, и рапторами, и, соответственно, невидимками своими, вертолётами невидимыми, которых скрывал. То есть, человек вот их хрен скроет там на несколько секунд, управляя одновременно самолётами и вертолётами, и ещё и артой, и танками, и пехотой. То есть, одновременно так вот не получится никак сделать, если только он не пианист, играющий на клавиатуре, и то всё равно не успеет. Но, тем не менее, я построил оборону, которую он не смог преодолеть. То есть, у меня были антиракетные как раз эти вот установки, которые ракеты уничтожали, томогавки снимали, крылатые, обычная оборона базы, то есть, вот эти вот гатлинговые пушки, пулемётные, они медленно летят, поэтому их сбить довольно-таки легко. Если бы он ближе подошёл, соответственно, снимали бы вертолёт, он долбил с дистанции, прямо с базы своей, и отданисовался, чтобы не давать ему генеральские, так сказать, лимиты для удара по моей базе. Ну и сделал больше, чем он, три моров. В общем-то, можно было ограничиться и тремя, но я решил быстрее бой закончить. Благо, ресурсы были. Зачем мне тянуть время, когда он-то сделал три, но он не смог своей пушке завести. Один раз он выстрелил, один раз только. Причём стрелял по моим войскам, заметьте, он меня бы куда-то бил, как вот тупой оригинальный ком делает, он бьёт именно там, где у вас либо скопление ресурсов, либо скопление войск, либо оборона вам пытается прожечь. То есть, в общем-то, делает то, что делал бы человек. Вот иногда складывается ощущение, когда с ним играешь, что ты играешь против человека реально, который причём играет хорошо, и играет с щитами. То есть, вы сами видели, как он построил генератор, он воткнул его, и у него тут же стержни появились после того, как он генератор развернул. Это бред полный. Так к тому же, у него ещё ресурсов больше. То есть, он не играет на то, что у него есть. Он с самого начала может и давить одновременно, он может и строить экономику, он может строить себе супероружие, огромное количество войск, там разные направленности. На что он это делает? Он читерит так же, а читерит в Тибериуме комп. Только там в пять раз у него на максимальном уровне сложности больше ресурсов. А здесь, походу, у него может раз в два, в три больше, чем у вас. Вот дела. Короче, победить его всё равно возможно, но надо играть крайне аккуратно, то есть, исключительно от обороны никаких там рождействий против него не получится предпринять. Он реально делает огромные толпы. В самом начале он вас пережмёт. Прямо с первых секунд. Забросы в тыл авиации я пробовал ему делать, но американец сейчас ставит свои Патриоты, вот эти вот, которые за 1300 в новой версии стоят, мобильные, передвижные, и они перекрывают почти всю базу. То есть, если такие три штуки есть, и там парочка Мстителей, даже если вы вырубите ему оборону, ну, как бы, генератор уничтожив, он всё равно собьёт десятку ваших вертолётов, они ничего там не сделают и никуда не долетят. Тем более, у него ещё куча авиации летает, тех же Рапторов, которые просто переключаются в режим воздушного боя и сбивают ваших крокодилов, как нифига делать. тут очень такая сложная с ним тактика нужна. Если вы не сможете закрыться, повторяю ещё раз, если он сможет разбомбить вашу оборону, то дальше он начнёт уже долбать по вашей базе безнаказанно, то есть, вы не будете видеть его невидимок, постоянно будут удары с пяти аэродромов огромного количества самолётов, то ещё и по земле там постоянно напирают танки и пехота, в общем, веселье будет, хоть от баулей. Поэтому первоочередная задача это закрыть ему воздух. Если вы закрываете воздух, потом выводите С-300, ну, штуки там 4-5, и окончательно захлопываете ловушку для него. Ну, а дальше супероружием и генеральскими способностями разрушаете его генератор, не давая ему запустить молекулярки, постепенно поджимаете, создаёте армию, экономику себе, опять же вертолёт, пытаясь как-то там поломать его по окраине генератора, не взлетая далеко на базу. А потом решающая атака. Только так. Если вы пытаетесь его прорашить, ещё раз повторяю, для вас это закончится фатально. Это касается и ЕК, особенно это касается ГЛА китайцев. Это касается любой, наверное, фракции, потому что играет он здесь просто невероятно мощно. Четырит, конечно, но и умно играет при этом. Умный читер, скажем так. Надеюсь, что вам понравилось. Если да не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, на основной дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте и оставляйте свои комментарии. На сегодня всё, с вами был Крестоносец, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.